Мужики, всем привет! Есть у меня такой редуктор. Точнее, как шаблончик. Тут даже с одной стороны, вот так его обрезал, для того чтобы, когда вот так он стоял, не упирался специально. Он еще поднятый будет. У меня был такой вал выточенный, когда я последний мост собирал, но она так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, что-то надо, она уже как бы блестящая, ровненькая. Там отпилил, там отпилил, там, 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 короче, вот такой кусок остался где-то, вон там. Уже не хватает. Вот сегодня забульбенил новенький. Ну не сказать, что шик, блеск. Просто направление взять. Это вот сюда, он тут на 25 сделал чуть-чуть, чуть-чуть, так, чтобы он не цеплялся. Так-то все вроде хорошо, с ним нормально. Вот, чтобы можно было прикрутить к чулку, потому что чулок будет обрезаться. Это вот пятаки стоят, буквально вот до сюда, вот так вот. Раньше я тоже на такой же собирал, при чандалине, поэтому она у мне и сделанная. Ну, вытащен, но это еще горячее. Вот такие шайбы, это со звездочек обрезал, как раз пятаки, и вырезан вот с такой юбкой, как раз вот под эту фасочку, чтобы туда, толстого такого нету, незачем. Смысл какой будет вставляться, туда дальше не падает, но еще на центр расточить под диаметр, под он нужный, но это уже подгоню точняк. Все, сделал их в заподлицо, ну а дальше она будет прижиматься, только вот этими. Сюда будет прикручиваться, стоять в центре, сюда не вывалится, туда не провалится, потом пропускаю, здесь она сквозняком, трубу. В общем, укоротил чулок, оставил от края по 4 сантиметра, ну я уже показывал, как это делается. Прошлое я делал чуть больше, но сейчас мне надо сделать его максимально маленьким, чтобы все сошлось и получилось. Поставил этот кондуктор, вот он без сателлитов, здесь он ушатанный, усосанный, палец разбитый, короче, все, начинку выкинул, вот так его срезал, чтобы он не торчал вот сюда, наружу, вот таким образом, иначе он будет упираться вот здесь. В общем, срезал его. Кондуктор для центровочки оси, буду так говорить, самого моста, чтобы вот все было четко в одну линию. Сейчас вот поставлю его, а потом при помощи вон той проточной трубы, труба, кто не понял, отцентрую. Шайбы стоят, они прижаты здесь, ну и соответственно здесь. За место подшипников, для того, чтобы сделать прихватки, правильно обварить, потом их снять уже можно вставить подшипники, любые, с внутренним тридцатым, да, по наружу знаете, 72, да, либо с тридцать пятым, кому как нравится. Это я выточил специально для центровки, вот таких вот квадратных срезов чулка, да, вот. Как-то так, давайте воткну и посмотрим. Все, пристегнул струбциной этот край и вот что получается. Угадать положение выше-ниже, да, лево-право, ну такое себе удовольствие, можно и не угадать. И сейчас пропускаю вот эту трубу, через редуктор, чтобы она вышла здесь. Трубу пропустил, теперь болтанки нет, все стоит так, как нужно, ну вращается понятно, понятное дело. Сейчас мы поставим как нужно, по крайней мере, так как я это делаю. Все, удобненько, быстро, просто и без всяких проблем. Беру вот такую вот линейку, у меня есть уголок, угольник, и вот под болты, под сами, вот так раз, и он свисает, прижимается к уголку стороной и по болтам выравнивает, выравнивает, что там говорить, две секунды тут буду спозиционировать. Остается прихватить, чтобы это все не сбилось и начать обваривать. Вот. Как-то так. Легко, просто, быстро. Чулок сделал короче на 2 сантиметра, чем прошлые чулки. Ну, для переднего ведущего моста. Там, из края, в край, по вот этим флянцам, фланцам, а то сейчас затюкают эксперты, грузоведы. По этим фланцам, по краям 33 у меня сейчас. Прошлые были, все мосты 35. Ну, это делаю максимально коротким, по крайней мере, посчитал так. Для меня в данном исполнении, напомню, что подшипники здесь будут стоять, внутренний 35 для того, чтобы была свобода действий, для полуоси. Вот. Как-то так. Все. Обвариваю и убираю его с кондуктора. Дальше начинаю приваривать рычаги. Все. Прихватил сверху, пока была пристегнута. Также потом снизу поставил по точечке, чтобы она не разъехалась. Отстегнул и еще прихватил, получается, со стороны редуктора. Теперь можно это все дело доставать. Все соосно, строго параллельно друг к другу. Ну, а что еще надо? Откручиваю сейчас шаблон, откручиваю кондуктор и обвариваю все это дело капитально. Укоротил мост, чулок, 33 сантиметра по краям. Укоротил привода путем перешлицовки. Как я перешлицовываю, я уже показывал. Перешлицованная сторона будет стоять наружу. Что здесь, что вот здесь. Тоже перешлицованная сторона будет стоять наружу. Палки длиной получились 32,5 сантиметра, либо 325 миллиметров, кому как нравится. Проговариваю это для себя, для того, чтобы можно было посмотреть свой же видос и собрать, уже не придумывать, не высчитывать, а собрать, если кому-то понадобится, еще один такой же мост. Колья, повторюсь, 75, аковские колеса, все рассчитано. Расстояние между фланцами, флянцами, по краям моих кондукторов 83. В центре, правда, эти кольца не стоят, поэтому примерно поставил на края. В центре два с половиной сантиметра зазор на палец сателлитов. Вот, как-то так. Сейчас ставлю сюда другой кондуктор уже с шестернями. Все это выставляю. Ну и прихватываю там рычаги уже по месту. Это уже все по месту. Поэтому на этом видос можно закончить. Дальше процесс уже я показывал весь. Это вот чисто по типу кольи 75. Записываю видео для себя, друзья. Проговариваю размеры и так далее, и тому подобное. Вот здесь я уже говорил. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся. Покажу готовый результат. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...